Всем здарова, всем привет, вы на канале Гамбита. Здарова, народ, и да, пока я немножечко болел, немножко отравлением после уборочки, потому что я чего-то наглотался, потом немножко тепловым ударом, потому что лето сейчас слишком жаркое, и мне пришлось сделать мой, знаете, такой небольшой выходной, вот, непреднамеренный, но выходной. Разрабы сделали себе тоже небольшой непреднамеренный выходной. И вы думаете, почему? Ну, я думаю, многие уже догадываются из этой Мэри, потому что я немножко негодую. Ну, давайте так, давайте так. Мы смотрим на скиллы её, и вроде бы как это всё корейское, но если мы захотим перевести это всё дело на наше, ну, скажем так, хотя бы как-то плюс-минус понимать, что написано, я вам покажу вот это вот, последний философ Мэрин, который является фестивальным героем, обалденным четвёртым слотом для грехов, ну, не самым лучшим, но обалденным. И мы откроем её уникальность. По факту всё вот это вот, это тоже самое копипаста, это Мэрин только у синей. Всё, новая Мэрин имеет ту же самую уникальность, только лучше. Вы понимаете, насколько? Ну, это, ну, это прям выхи. Ну, я не знаю, как по-другому сказать, но это выходные для разрабов. Потому как всё то же самое, в начале боя, в начале нашего хода накладывать элемент на врагов, на которых нет элемента, увеличивают себе 7% базовых характеристик за каждого героя, на которого наложен, ну, за каждый вот этот дебафный элемент. Он, понятное дело, серый, как было и до этого, ну, то есть, скорее всего, всё будет так же самое. И когда, перед активацией скиллов наших союзников, активируется элементальный эффект на врагах. Но здесь есть крайне интересный момент, что у нас зелёная Мэрин, это фестивальный герой. Эта же Мэрин, это не фестивальный герой, то есть, это обыкновенный герой. Возможно, сезонный герой. Ну, то есть, возможно, это сезонка. Вау выходит на третью неделю фестиваля. У неё пассивка полностью повторяет пассивку фестиваля на Мэрин, только лучше. Потому как, в отличие от того, что активация всех 4 дебафов, к которым мы уже привыкли, то есть, там, оглушение 50% атаки, ну, 50% максимального хп, срез, оглушение минус 100% криншанс, отмена атакующих умений, кроме всего этого прочего, это Мэрин сильнее, сильнее фестиваля. Потому как, первое, за каждого союзника неизвестной расы увеличат 5% базовых характеристик нашим союзникам неизвестной расы. Ну, уже поставить синюю Мэрин намного валидней в, ну, в основу к неизвестным, нежели зелёную. Потому что тут, как минимум, на 15% будет больше базы. И к тому же, когда элементальный эффект, то есть, идейно, это как раз эффект, вот этот красный дебаф, который накладывается после наших атак. Потому что здесь написано, когда, типа, 4 элементальных эффекта на одном враге будут суммированы, будет удалён именно сам эффект, и наложен какой-то элементальный дебаф. Вот, эти все элементальные дебафы, то есть, всё то же самое. Только здесь, когда с помощью пассивки или священной реликвии удаляется элементальный эффект, враг, у которого был удалён этот элементальный эффект, то есть, именно красный дебафчик, теряет 15% от оставшегося своего АЗ. То есть, мел, который с удовольствием снимает всё с себя, будет терять практически всё ХП. Практически всё. Это как? Ну, ладно. Мы поскидывали карты, от первого хода, например, неизвестные, да? Мел такой снял всех по одному, у всех удалилось 15% от оставшегося максимального АЗа. Ой, от оставшегося АЗа. Не максимально, а именно от оставшегося. То есть, убить как-то именно через эти дебафы не получится, всё равно придётся скидывать какой-то дэмэдж. Но в остальном... Ну, блин, синий Америн, обыкновенный... Обыкновенный синий Америн, который является как бипастой фестивального героя, сильнее, чем фестивальный герой. Серьёзно. Ну, это всадники апокалипсиса. Это всадники апокалипсиса, тут уже ничего не сделаешь. Уменьшает врагам, связанные с АЗ характеристики на 30%. Сколько будет уменьшаться на первом левеле, я не знаю. Вот, но всё равно уменьшение, связанные с АЗ характеристик, в том числе и вампиризма. В том числе и восстановление степени регенерации. Это весьма неплохая тема. И максимального АЗа, в том числе. На два раунда и наносит урон, равный 300% от атаки по одному врагу. Ну, это хотя бы сингл-таргет. Атака, а не АОЕш. Если бы это была АОЕшка, это было бы слишком сильно. Наносит демэдж 50% от атаки по всем врагам. Уменьшает ранги скиллов и истощает шкалу суперприёма на количество истощений, ну, уменьшения рангов. Ну, то есть, просто банальное уменьшение рангов. Но это по всем врагам. И с учетом того, что Гаутер любит нахапать карты, эта карта смотрится даже прикольно. То есть, возможно, просто скинуть АОЕшку на первом ходе, что любят делать неизвестные. Либо же сделать ее с эффектом и истощить, например, какой-то палец Асконора. Либо заранхапнутую руку Асконора, которую там оппонент решил подготовить. А мы, оп, нет, нет, никаких голдовых карт. Смотрится на самом деле прикольно, но это во время нашего хода. Гаутер все равно будет ранхапать карты во время своего хода и скидывать. То есть, не получится как-то прям убер-вау-эффекта получить от этой карты. Но сам по себе герой, ну это... Я не знаю, как сказать. Это реально зеленая Мэрин, только сильнее на 15% базы для всех неизвестных. Да, она уже не так хорошо будет играться с фестивалями, но с фестивалями вполне спокойно играется и зеленая. Поэтому, блин, даже она сильнее под фестивалей, чем... Ну, она интереснее под фестивалей, как раз из-за того, что уменьшение оставшегося АЗ на 15% за каждый эффект, который враг будет себя снимать. Ну, это прикольная тема. Ну, я не знаю, у меня no comments. Ультимейт тот же самый, что и фестивальный. То есть, если мы хотим узнать немножко хотя бы информацию по плане новой Синемерин, мы просто открываем нашу старую фестивальную и добавляем туда 15% базовых характеристик для союзников неизвестных, ну там, либо 20. 5% за каждого неизвестного в нашей формации. Всем нашим неизвестным. Это раз. И второе, при снятии именно красных дебабчиков, там, пассивками, либо священными реликвиями, то есть, ранхаб гаутер будет снимать без проблем. То есть, именно пассивками и священными реликвиями, эффектов священной реликвии. Тогда будет теряться 15% максимального АЗ. Мел будет вполне прекрасно гореть. На 15% от своего совершенно максимального АЗ. На самом-то деле, не так, что прям это уберсильно было. Но это прикольно. Это просто весело на данный момент. И, блин, я не знаю. Ну, они... Чё? Это единственный нюанс, который у меня был касательно вот этой мелкой. Дальше идём по одной. Кстати, баннер этой новой мелкой, которую мы хотим крутить во время Сабнак. Выглядит она вот так. И если вы вдруг мне спросите, крутить ли новую синюю Мэрин, либо же не стоит, давайте так. Для фестивалей вам хватает и зелёной. С головой. Синяя интереснее? Да, но зелёная, скорее всего, у вас хотя бы по ультимейту уже немножко прокачана. Потому что там уже и на халяву давали, и тому подобного плана. Нет. Скил она играет с неизвестной... С неизвестными. Да? То есть с нынешним фестивалем. Если вы крутили нынешний фестиваль, вам придётся крутить нынешнюю Мэрин. Новую Мэрин, синюю. Но если вы вдруг не хотите играть за Сабнак, либо она вам не понравилась, либо она не выпала, либо вы её просто банально скипнули, вы скипаете так же в самый новый Мэрин. Банально и просто всё. То есть нет никакого прям убер-сильного желания крутить. Это просто попали, скажем так, в ловушку ребята, которые крутили до этого Сабнак. Если вы крутили Сабнак, скорее всего, вам придётся покрутить и Мэрин. Банально и просто... Ну тут будут выдавать билеты. Обновь в этом формате прям реально хороший, но баннер ужаснейший. Интересный герой. Кстати, второе появление Валенти. Я не уверен, что в плане этой витрины я хочу покрутить Валенти для того, чтобы достать и побить Рататоска. Нет, я не уверен в этом плане. По большей части неиграбельной игрой. Мёртвый, мёртвый, мёртвая. Ну, ГВ-шка. Интересная Мэрин, конечно, да. И красная Лата, которая, ну, не зелёная. Мы должны знать о красной... Не, либо это Лиска красная. Это, скорее всего, красная Лиска, которая тоже особо ничего не... Мёртвый баннер. Что фестивальный баннер мёртвый, что этот баннер мёртвый. Два мёртвых баннера идут прям подряд. Фестиваль радует. Фестиваль катастроф... Это катастрофические баннеры. Чертовски катастрофические. Дальше у нас выходит... Ну, и, скажем так, от плохого к ещё худшему. У нас выходит новый Эларный герой. Которого мы не ждали. И это будет новая красная Лилия. Да. Это Эларный герой под катастроф. И, в отличие от Сабнак, которая бафала и очень неплохо бафает неизвестных и играет с ними, с катастрофами она не играет. Новый Эларный герой будет пытаться играть с катастрофами. ПВП. Ну, давайте просто её разберём. Вначале нашего Хоя накладывает на врагов Power of Destruction. На всех врагов. На один раунд. Power of Destruction уменьшает врагам атаку на 20%. Там не связаны с атакой, а именно атаку. И в конце хода врага наносит дэмэдж равный 15% от оставшегося... Опять 15% от оставшегося ХП оппонента. Ну, как-то у разрабов слишком хороший выходной сейчас. Ну, летом, с Кореем, пляжей, Сеул. Почему бы, собственно, бы и нет? Ладно. В плане такого лета можно им немножечко просить. Слишком жарко для того, чтобы думать как-то прям убер серьёзно. Но да. Они выпускают раз. Так. И за семь... За союзников... За каждого союзника семь катастроф, которые... Not take damage. А, они... Каждый союзник семи катастроф не может получить дэмэдж, который больше 50% от их максимального АЗ от сингл-таргет скиллов во время вражеского хода. От сингл-таргет скиллов. Сингл-скилл. Знаете, в чём прикол? У нас есть... Ну, это во время вражеского хода. У нас есть Диана, которая чертовски сильно полюбилась... Так, Диана. Да? У нас всё-таки есть зелёная Диана. Она полюбилась в Рагнарёке из-за своего... Из-за своей реликвии. Вот. Который не даёт. Получение от умений во время хода в Рагане превышает 50% от максимального АЗ. Тот же самый эффект у новой линии Ливии, что и у зелёной Дианки, только от сингл-таргет скиллов. Почему нельзя было сделать от всего дэмэджа? Типа, ауешками нас убиваете, но сингл-таргетами нас не трожь больше 50... Зачем? У нас Фитория на арене лютует. Ну, то есть, у нас там... Фитория, у нас Сабнак, у нас Эсканор с своим ауе дэмэджем. Не, это нам не страшно. Нам страшно только сингл-таргет. Ура. Короче, крайне странная тема. Грубо говоря, прикольно. А, грубо говоря, вообще ни о чём. Ну, то есть, здесь я не понял. К тому же, в конце хода врага, за каждый Power Destruction, который был убран с врагов, увеличивает всеми катастрофам союзникам атаку, связанную с атакой характеристики на 7%, и так до 28%. В принципе, ну, неплохо. Мы накладываем дебафчик, который уменьшает на 10% атаку оппонента. И потом будет сжигать 15% от оставшегося АЗ у оппонента. Это прикольная тема, при том, это на халяву. Мы получаем дэмэдж... Эээ... Дэмэдж кап. Кап дэмэджа. Не больше 50% от нашего максимального АЗ, а от сингл-таргет атак. Эсканору вообще будет всё равно. Ну, то есть, это было бы прикольно, если бы этот дэмэдж был бы весь. То есть, АОЕ дэмэдж бы нивелировался. У нас сейчас очень сильный АОЕ дэмэдж на арене. Да и, в принципе, очень сильный АОЕ дэмэдж, поэтому здесь тоже, как бы, немного не в тему. Ну, а то, что за каждый удалённый Power of Destruction, вот, который мы убираем с врагов... Ну, и это, скорее всего, типа, срабатывает. Не обязательно это нужно прям снять какую-то пассивку, и просто это может быть убрано. Потому что этот дэбаф на один раунд. Ну, то есть, в любом случае, мы получаем 7, 14, 21% на наш второй ход. Связанность-то характеристик для наших союзников катастроф. Это крутая тема. И по цвету у нас сейчас весьма неплохо подходит против Эсканора. Ну, блин, это... 7 катастроф. И она всё ещё остаётся человеком. То есть, под Сабнак, так себе. То есть, это под Рокси, под Ливи... Зачем? Я не понимаю. Дальше. Старый релик. Всё те же самые скиллы, типа, пирс дэмэдж. Их3. Ей добавили пирс дэмэдж. 4-40% от атаки по одному врагу. И восстанавливает ХП союзника на 40% союзникам. На 40% от нанесённого урона. Всё то же самое. Просто добавили Х3 степень пронзания. Ладно, с учётом того, что она бафает весьма неплохо по... Но я всё равно не понял прикола. Типа, зачем? Ну, то есть, как бы, с одной стороны, да, как бы нет. С Эсканором не поиграешь. С Хаус Артуром ей тоже особо не поиграешь. Потому что она всё это делает только для союзников 7 катастроф. И при этом это должны быть человеческие союзники. Вы можете открыть у себя на аккаунте ваших союзников катастроф. Кроме Сабнак, все остальные, которым вы бы хотели поиграть в ПВПшки. Можете в комментариях написать, кто это такие. И при этом мы отказываемся от Хаус Артура, от Нова Фумича, от Персика, от Зелёного Эсканора. Потому что они не союзники 7 катастроф. Давайте вы сейчас вот так вот сделаете на своём аккаунте. И потом можете в комментариях написать, кем вы захотите поиграть в ПВП против тех же самых Сабнак, Фитории, Эсканора, Фестивальной Пачки, Человеческой Пачки с Хаус Артуром. Какие герои смогут потащить против этого всего? Ну, а пока вы пишите в комментариях, продолжаем. Наносит дэмэдж, 25% от атаки по всем врагам и источает 3 шкалы, ну, 3 сферы со шкалы суперприёма. При этом накладывается инфект. Ну, то есть, это прикольно. Это то же самое, что с ластом было. У ласта до ЛР прокачки была АОЕшка, которая просто игнорирует дэмэдж, а сейчас игнор дэмэджа. Ой, игнор дэмэджа, говорю. Игнор обороны. А теперь игнор обороны вместе с инфектом. Та же самая тема. Разрабы ничего нового не придумали в этом формате. Убирают все бафы со всех врагов и накладывают эффект, который увеличивает получаемым врагами урон на 50% на 1 раунд. И дэмэдж, 525% от атаки по всем врагам. Икс 3, шанс крита. Ну, ладно, она будет критовать больше. Она будет накладывать неприятный дебаф, который... Ну, это ультимейт. Ну, то есть, герой де-факто, что была красная лилия, ну, возможно, костюмчик прикольный. Это единственное, что я могу сказать интересного. И вот, если подумаете поиграть на этой новой лилии, наверное, вам все же нужно обратиться к ГВ-контенту. Потому что на ГВ-шке она, возможно, понадобится. Возможно, не точно прям. Возможно. Почему не синие? Ну, то есть, если смотреть из героев, которых я вот хотел бы апнуть, да, вот мы возьмем лилии. Давайте так. Почему не синие? У нас есть красная и синяя. И синяя-то поинтереснее будет. Когда союзник семи катастроф использует умение атаки против одиночной цели, наносимый урон увеличится на 10% от максимального АЗ. Врага. И использование АУЕ-шек против всех врагов и доп-дэмэш на 7%. Ну, это же интересней было бы. Ну, то есть, вот эта лилия была бы немножко поинтереснее. С учетом того, что у нас Рокси синяя, играбельная моно-пробужденная тоже синяя. Синяя лилия была бы... Синий шин, которого они выпустили. И вот эту всю синюю тему катастроф они выпускают... Красная лилия. Ха, лайк. Ну, это, честно, наверное, ГВ-контент, по большей части, и все. Больше я не вижу, где она может поиграть. Вот серьезно. Я не знаю. Может, вы знаете, я не знаю. Вот, и выходит, да, лилия с переработкой, со всем остальным, и такие... Лайк. Ладно, идем дальше. У нас в элитке топ-100. Снова буду выдавать вайо. Не знаю, я не уверен, что я хочу в этот сезон идти, потому что там все Хаус Артуры, все Эсканоры. У меня Эсканор 2.6. За неизвестных можно попробовать. Ну, и разве что только попробовать, не более того. Короче, сезон топ-100 со своими правилами. Ну, это кому интересно, это через неделю где-то там будет. Дальше. Обновление Магаза, конечно, все... Ору. Весьма интересно, а кто из разработчиков придумал этот пак, и кто его будет вообще покупать? 500 ключ. У нас они, в принципе, валяются на аккаунте, мы их почти не используем. А тут... Ну, купи еще 500. Ну, пускай еще 500 валяется. Лол. Ладно, это прикольная, конечно, тема. Дальше интересней. Во-первых, возвращение Уайлда. 2.6. У меня он будет на кресле 2.6, и это колявная копия. Плюс, смотрите, какой сочный логин-эвент. Ну, то есть, это логин-эвент. Смотрите, сколько ресов здесь. Помимо всех тех гемов, которые в нас просто кидают вот так вот, типа, нате, держите гемы, нам еще дают чертовски много классных ресов. 10, 2, 3, э, 25 коинов. Если не на пробуды. Ну, вообще, прикольная тема, мне нравится. Сколько подвесок, 10 камней, 200 мон... Ну, то есть, логины... Просто зайди в игру, получи эти награды. Дальше. 5 заданий, еще немножко ресов, 10 коинов, прокачка героя прям сразу. Можно будет потратить это дело на Мерлин. Если вы будете крутить, если нет, вы можете кого-то другого потратить, для того, чтобы этим коином догнать вашего героя до 90-го левела просто за этот коин. Пускай даже если он будет первого левела, он станет 90-м. Если он 90-й и 100-й, вы не сможете использовать этот коин, я уже проверял. Я хотел сделать 100-го левела, сделать 90-м. Так чисто поугарать не получается, к сожалению. Дальше у нас снова какие-то бафы сезона. Райт-ап SSR билетов. Вы думаете, что это просто SSR билеты, которые нам выдают? Только теперь мы с этих билетов можем на гарантии получить, ну, что-то получше. Ну, а вопрос что? Ну, давайте так. А что? Из этих SSR билетов я прям хочу получить, ну, чуть с большим шансом. То есть, где эти билеты? У меня есть 4 билета. Окей, ладно. Нет, 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 нет. Ну, возможно, да. Кстати, это прикольная Лиска. Она играется. Она играбельна, скажем так. Только не надо её качать сильно. Нет, 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 нет. Я давно не видел. Давно вас тоже всех не видел. Вас всех тоже давно не видел. Хороший линк в виде Мэрин, но сейчас уже даже эти линки не особо используются, потому что есть ЛР-ные герои, есть Архи, есть ЛР-ные герои. Не хватает Мэрин уже статов для того, чтобы становиться полноценным линком. Дальше Гила. Нет, 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 нет. Всё ещё. Нет, ну ладно, ЛР-ный Эсконор, возможно, для того, чтобы добить его ультимейт. Нет, ну, Монспиет, может быть, для ультимейта, для того, чтобы Мел играл с заповедью Монспиет. Это прикольная, кстати, заповедь под Мела. Реально классная. ЛР-ный Глокс. Кстати, тоже как вариант. Ну, то есть, зелёный Глокс был хотя бы интересный. Красная Лилия, я не знаю, зачем её сделали. Ладно, идём дальше. Нет, 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 нет. Красная Деррия, возможно, для шестого суперприёма. Под неё реликвия вышла. ЛР-ный Зелдрис. Нет, 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 нет. Люда классный. Нет, нет. Архангелы, которые почти в каждой... Ну, ладно, эти уже, кстати, не в каждом баннере. Очень старые Архангелы, возможно, для шестой копии. Возможно, у вас нет зелёной Донфорской Лиски. Это, кстати, очень важный герой, хотя бы одну копию нужно иметь. Возможно, у вас нет на наши. Тоже, кстати, прикольная тема. Чандлер нет. Артур с Экскалибром тоже нет. Нет, зелёная, кстати, Сарель, красный Тарель, который есть в каждой витрине. Командиры Биллиодас, который редкий в витринах. Зелёная Матрона, возможно. Тут нет интересных героев. И под вот эти вот нет интересных героев, они выпускают Трайтап. Не, ну хотя бы изменили бы героев в этих ССР-билетах. То есть они раньше делали парт-1, парт-2 ССР-билеты. Потом это всё дело соединили вместе. Получилось, конечно, прикольно, да, но... Последний герой, который был добавлен, я уже, наверное, не буду перелистать, это Зелёная Матрона. Это последний герой, который был добавлен в эту витрину. Нет. Пока они туда не добавят героев, однозначно нет. Просто какие-то коины. Дальше бинго-ивенты. Кстати, тут будет очень интересная тема. А, да, тут прикольные ресурсы. Внешка на Хоук. Ой, не на Хоука, а на Вайлда. Внешка на Вайлда. Это костюмчик. Потом у нас выходит ещё какой-то боссик. И... Причесочка. А нам-то выдают, как бы, ну, немножечко, совсем малость. Но нам выдают, наконец-то, внешку на Вайлда. Теперь у нас не только он 2-6. Но теперь он уже становится на косметосе. И ещё один повод достать эту внешку и запилить пвп-контент с Вайлдом. Снова пвп-свиней. Ладно, так уж и быть. Эту тему можно будет сделать. Дальше всякие, типа, по мелочи обновки. Вот, кстати, прикольная тема. Мы можем проводить гачи стрима, просто нажав две кнопки и всё. Отвести руки и просто, походу, витрина сама уже будет сливать все гемы, которые у нас есть. Ну, либо сколько мы там зададим, либо до выпадения героя. Ну, то есть, можно просто в два клика слить все свои гемы. Звучит неплохо. Дальше они что-то переделались с бестами. Я особо не углублялся. Но это так уже. Дальше идёт чисто по мелочи обнова. Возможно, с бестами классная обнова. Но когда мы это уже дело увидим, тогда можно будет немножко там позырить. Но пока на данный момент. Очень классная обнова в плане рейсов. Очень... Ну, ещё десятка гемов нас кидают. Ну, мне нравится. Вот знаете как? Мне вот фестивали нравятся. Третья неделя мне тоже нравится в плане количества рейсов, которыми разработчики у нас кидаются. Просто зайди, забери и получите рейсы. Но что вот это от Мэрин... Да, спасибо, кстати, одному дискорд-серверу, который делает эти картиночки сразу для того, чтобы понимать и разбирать героев. Что вот это вот? Ну, как по мне, немножко разочарование. Они просто сделали Ctrl-C, Ctrl-V. Что вот эта лилия вроде бы как интересная под катастрофу, но... Мне чё-то кажется, что синий LR лилия была бы интересней. Но просто банально она лучше играет с катастрофами, нежели эта. Ну, то есть пока непонятно. И по цвету красный не подходит, синяя лучше бы подходила. Потому что красные катастрофы вообще ж мёртвые вообще все. Там есть только синие. Ну, вот синим было бы классно моноблоу-пачку собрать. Было бы прикольно. Но нет, что вот это небольшое разочарование. Что вот это вот просто Ctrl-C, Ctrl-V. Вот, всё. Вот это вот. Это уже плагиатор самой же Мерлин. Ну, я не знаю. Она интересна под неизвестных. То есть если мы захотим поиграть там, например, на какой-то Сабнак. Окей, хорошо. В этом будет смысл. Вот, по большей части, всё. Ну вот. Под Сабнак, возможно, Мерлин-то закатит. Но не все крутили Сабнак. Далеко не все крутили Сабнак. Далеко не все её качали. Далеко не все её играли. И некоторые ещё хотят покрутить, возможно, эту витрину. Ну, либо... Боже, это настолько дичь. Вот вы просто подумайте. Вот витрина Сабнак, она же ни о чём. От слова совсем ни о чём. Ну, то есть просто практически мёртвый баннер. И для того, чтобы мы рискнули покрутить этот баннер для получения Сабнак, нам нужно теперь крутить ещё более худший баннер для того, чтобы получить героя, который неплохо поиграет в Сабнак. Сабнак, это ужасно. Я серьёзно, я понял, что разрабы сейчас на каникулах, но при этом весьма неплохо кидаются на срезами. Я только за. Вот, я увидел этот логин-эвент, у меня даже стены немножко потекли. Ну, это классный логин-эвент. Очень кайфовый для новичков. Да и для старичков тоже будет весьма неплохой. И выдача Валда в первый же день. Реально лайк, мне нравится. Вот, пишите ваше мнение в комментариях, как вам это обново, потому что я пока в двухсмысленном понимании. Она вроде с одной стороны хорошая, а с другой стороны, ну, как бы вообще ни о чём. Ну, именно гипо, я в плане героев. То есть, я поделаю контент. Мне Мэрин понравилось. Я вам серьёзно скажу, мне новая Мэрин понравилась, потому что мне понравилась и Сабнак. Но если мы не играем за Сабнак, нам и Мэрин особо не надо. То есть, вот в таком формате непонятно. И да, я угарнул с Ctrl-C, Ctrl-V. Можете, кстати, писать такие комментарии. Будет интересно увидеть. Ctrl-C, Ctrl-V. Прикольная тема. Ну, на этом мне всё. Спасибо за компанию. Вот, буду потихоньку возвращаться со своего больничного. Не заслуженного, но больничного. Поэтому, ну, может быть, сегодня даже стримчик запущу. Ну, либо же завтра. Там уже посмотрим. Ну, на этом мне всё. Спасибо за компанию. Вот, потихоньку возвращаемся в Мэрин. И, да, выход новой Мэрин. 2.0. До скорого. Свидимся.